Балалайка 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 В 1688 году первое упоминание в летописи о русском народном инструменте баллайки. Два русских мужика ехали через Кремлевские ворота, что-то пели и играли в какой-то инструмент. Вот это и была баллайка. Их задержали стрельцы и пришлось дать им 10 суток, которые они честно отсидели, как доказали, потому что в Кремль нельзя было выдержать. С баллайками, тем более распевать пьяные песни. Это было первое упоминание. Но я думаю, что баллайка появилась очень-очень давно. Кто-то говорит, что она произошла от домбры, казахский народный инструмент, которым еще до нашей эры было упоминание. Но я все-таки думаю, что это наш исконно-русский и русский крестьянин придумал этот инструмент. А вот то произведение, которое мы первые исполнили, написал Василий Васильевич Андреев. Это человек, который в 19 веке услышал игру баллайки, посвятил всю свою дальнейшую оставшуюся жизнь. И вот сегодня мой инструмент, это концертный инструмент. Ему уже почти 100 лет. Это делали этот инструмент еще для оркестра Андреева, который он организовал в 1888 году. Было первое выступление его. И уже в 1888 году было первое выступление. Французы удивили пепелевой башней, была построена. А Россия удивила оркестром балалайок на Всемирной выставке в Париже. И еще одно произведение Василия Васильевича Андреева. А Россия удивили пепелевой башней, была построена. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Русские народные нагреши, русские обработки, романсы, русские народные песни. Но много исполнительные играют и классику. И вот сегодня Гриша уже играл, он сказал, в колледже учится. Вот как раз в колледже ребята в музыкальной школе играют много. Классики Моцарта и Бетховена, и много-много других композиторов. Но мы сегодня не будем играть классику. Мы хотели бы играть два наших Владимирских нагреша. Нагреши Владимирских рожечников. Все знают наш Владимирский рожок. Вот раньше с помощью этого рожка пошли коровы, и пастухи общались с помощью этого рожка. И вот создавались такие небольшие мотивчики, с которых потом сложились наши Владимирские нагреши. Итак, два Владимирских нагреша, «Заиграемая волынка» и «Ах ты, береза!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Ах ты, береза!» И хотели сыграть одну обработку нашего современного автора, к сожалению, он уже ушел из жизни. Александр Борисович Шалов сделал обработку русской народной песни «Валенки». Хотя я понимаю, что на улице лето, и «Валенки» не актуальны, но я думаю, мужики в деревнях ходили и летом в «Валенки», чтобы ноги не мерзли. Итак, «Валенки». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Ах ты, береза!» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok